Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Данали, и сегодня будет у нас такое видео в ответочку, плюс обсуждение того, что ждёт нас в будущем. Пока обновление ещё не вышло, я хочу снять его. Значит, давайте начнём с того, что я проведу с вами обратную связь. Как вы знаете, вчера я выставила видео о Викторине с каналом Star Stable Lady, и, как я уже отвечала в комментариях под тем видео, я хочу объяснить. Викторина проходила в развлекательных целях, просто как развлечений, и нигде не было указано о том, что это какая-то информационная база с достоверной информацией. Нет, это просто было игрой, где мы просто с весёлым настроением узнавали, кто что знает, кто что помнит. Я почитала комментарии, и на самом деле очень классно, что есть игроки, которые играют с самого начала запуска Star Stable, но, к сожалению, я этим игроком не являюсь. Так что я, на самом деле, восхищаюсь такими людьми классно, что вы существуете, что вы вообще ещё играете. Это очень делает, скажем так, мне вас уважением, что вообще вы существуете. И я почитала, да, комментарии, там один человек мне всё написал, я ему уже ответила тоже под тем видео. Всё это я ему уже сказала. Вот, и действительно, мне пришлось очень сильно покопаться и потрудиться, чтобы найти видосы покупки старых коней. Я бы могла, как раньше, зайти в SSO Database, но, к сожалению, там уже всё изменилось. Цены другие, цены новые, и старые списки уже не найти. Но можно найти старые видосы с покупками лошадей, и действительно, старой лошадью второго поколения, самый дорогой, это был фриз второго поколения. Хотя мне почему-то казалось, что самым дорогим был араб. Но всё равно это было как бы... Да что ж такой персонаж, ты чего ходишь туда-сюда? Это была развлекательная цель. Не особо как-то информативно, а просто провести вместе весело время. Так что да, я была не права, и что действительно, фризы были дороже, но я перепутала. Ничего страшного бывает. И такая же ситуация с вопросом про бегающих питомцев. Если, к примеру, Соня, которая начала играть совсем недавно, она вообще не могла точно сказать ответа на этот вопрос, я предложила версию, что это были чайки. И не знаю почему, но действительно, ведь на самом деле первыми, как и вправду оказалось, первыми питомцами бегающими были белки. Наверное, мне так сильно заело в голову, что это были чайки, потому что чайки были новыми летающими, насколько я помню, питомцами. И мне как-то это закрепилось в голове. А на самом деле это просто стали белочки. И у меня были эти белочки. Но, видимо, как-то белки в голове у меня не засели. Так что да, опять же, я была не права. Ну, невозможно, учитывая, какое количество обновлений сюжета проходит в игре, помнить все наизусть, если ты постоянно не обновляешь свои знания. А уж тем более я, которая играет не только в ССО, а в кучу других еще разных игр. И каша-малаша в голове мне, разумеется, обеспечена. Так что я очень прошу на меня не обижаться, не злиться, что я могу быть не права, что где-то что-то я могла не так сказать. Это действительно так. И одни и те же события разными ССОшниками воспринимаются по-разному. И это тоже нормально. Тем более, что когда я только начала играть в Старстейбл, и это было уже 5 лет назад, тогда я еще не занималась каналом. И, разумеется, у меня нету тех записей, допустим, каких-то событий, покупок и всех обнов. Начала я снимать-то намного позже. Поэтому многих вещей я действительно не помню. Я могу только отдаленных вспоминать, пускать слюни и мечтать о ушедшей зиме, которую я не застала. И о еще более большом количестве вещей, которые я не успела застать в Старстейбл. Или, к примеру, я уже играла, но по каким-то причинам... Да что ж такое тут все ходят? По каким-то причинам я пропустила этот момент. К примеру, когда был, по-моему, 9 день рождения, я его пропустила, 9 день рождения ССО, я не помню почему, то ли у меня была сессия, то ли не сессия, то ли мне было не до игры. А там, оказывается, был шикарный комплект зеленого цвета. И теперь, когда я его вижу, мне очень грустно, что я даже не следила за новостями, потому что мне было не до игры, у меня было в приоритете на тот момент учеба. Так что, я думаю, я не одна такая, таких людей много, и как бы обижаться на меня не надо. Вот, так что это все по поводу викторины, просто мне хотелось с вами этот момент прояснить. А теперь перейдем к следующим новостям. Нам выставили новость о том, что грядет бета-тестирование новых персонажей, на которые вы можете зарегистрироваться. И если вы еще не нашли, как это сделать, я вам даю подсказку. Вы должны открыть лаунчер, пролистать новостную ленту в лаунчере, и там появится новость с картинкой новых персонажей, и будет кнопка зарегистрироваться. Но, если вы хотите попытаться кинуть заявку на участие в бета-тестировании, пожалуйста, читайте внимательно все условия, на которые вы подписываетесь. Я вчера отправила свою заявку, но, если честно, я понимаю, что это очень серьезно. Это не просто так. Это не просто бета-тестирование, куда вы придете и можете делать все, что хотите. Все очень серьезно, вам придется переписываться с разработчиками. Вам там вообще столько-столько всего, и это не будет ваш основной персонаж. Нет, это будет отдельная учетная запись, с которой вы не имеете права ни с кем делиться, и, я так понимаю, много чего там нельзя будет, и, если что, разработчики имеют право у вас эту учетную запись отобрать. То есть, я, к примеру, после того, как отправила заявку, решила, что я не буду, я не буду пытаться кидать заявку со всех своих аккаунтов, потому что, если вдруг, каким-то образом, мне повезет и мне достанется возможность бета-тестирования на нескольких аккаунтов, мне придет, допустим, ссылка с данными вот таких вот демо-аккаунтов, то мне придется держать связь с разработчиками сразу, допустим, с двух или с трех аккаунтов, если повезет. Если не повезет, мне вообще ни на какой аккаунт не придет заявки на участие. Ну и ладно, я решила, что я лучше подожду. Ну вот, у меня есть основной аккаунт, с него я направила свою заявку, и будем ждать, просто повезет или не повезет. Примерно система аккаунтов у разработчиков на эту демо-версию такая же, как была с новыми шайерами. Если вы следите за иностранными ютуберами, то вы могли видеть, что им... Они заходили на какую-то отдельную учетную запись, где вообще персонаж новичок-новичок, у него ничего нету, но у него, по-моему, в конюшне была одна лошадь-шайер. Чуть ли не одна единственная, или вместе с началкой, я уже не помню, я видосы такие не особо всматривалась, мне просто скриншоты кидали и кусочки я видела. Так вот, здесь будет, я так понимаю, примерно то же самое, с нами будут делиться тех, кто будут участвовать, всего 150 человек, я так понимаю, на всю СССную Вселенную, это очень маленький процент, так что если кому-то повезет, я буду искренне за него радоваться и безумно счастлива. На самом деле, я думаю, я подожду видео на ютубе, которое мы потом будем смотреть вместе с вами и уже обсуждать то, что там появилось. Вот, а так, тестирование будет длиться с 21 сентября по 6 октября, если я не ошибаюсь, так что ждите. И, судя по всему, в конце года, возможно, в ноябре или уже в декабре под конец, еще ничего не понятно, ничего не известно, нам добавят обновленных персонажей. Поэтому бегите, записывайте видосики, делайте скриншоты, создавайте себе группы, там, допустим, ВКонтакте, на которые вы будете все загружать, все воспоминания. Просто я сейчас каждый день, наверное, нон-стопом буду заходить, понемножечку персонажей фоткать, проходить немножечко сюжеты, чтобы запомнить их такими, какими они есть сейчас. Ведь дальше мы их больше не увидим в таком виде. Я вот лично жалею, что когда я начала играть, а ведь это был всего-то 17-й год, я могла бы уже и видео записывать, и фотки, фоткать, но я этим не занималась, я просто наслаждалась и играла в игру. Поэтому у меня, конечно, есть фотографии со старыми персонажами, но их так мало, их так мало. И, к примеру, у меня всего лишь, по-моему, две фотографии со старыми началками, если вообще не одна. То есть, и вот, да, это грустно, и вот, я поэтому советую, кто сейчас начал играть, и если вам дороги вашему сердцу данные персонажи, запечатлите их и сохраните у себя где-нибудь в группах, чтобы не потерять эти дорогие нам всем воспоминания. Также хочу пояснить еще один момент. У многих иногда, наверное, складывается впечатление, что у меня есть некая база аккаунтов, которую я храню, накапливаю, а потом могу обменять, продать или раздать. Ребята, это не так. Если кто-то так думает, то скажите, пожалуйста, почему у вас вышли такие выводы и такие мысли насчет моих персонажей. Я уже не раз говорила, что все эти персонажи, которые попадают ко мне, допустим, их всего два, то это потому, что люди их сами мне отдают за ненадобностью, они больше не играют. И как бы я изначально была со создателем и как бы одним из тех, кто опекала этот аккаунт, то есть как бы у меня был спокойный доступ, мне до дверяли, я ничего с нокаутами не делала, я могла кормить лошадей, водить коды. И когда человек мне говорит, что все, я больше не буду играть, и серия не надо, тебе надо, забирай. Я их забирала. И аккаунты автоматически становились мои. Все, я знаю, что эти люди больше не играют, они даже не спрашивают по игру. А вся остальная, целая куча аккаунтов, это все мои творения. Я их создала сама, сама создала все необходимое для их появления на свет. Поэтому, пожалуйста, больше не надо писать мне вопросы о продаже и обменах аккаунтами. Я отрицательно ко всему этому отношусь. Поэтому, пожалуйста, просто больше не надо. Меня очень это цепляет, злит, и я начинаю негативно себя чувствовать по этому отношению. Потому что мне прям неприятно, что моих родных персонажей... Вот, может быть, вы спросите, зачем тебе столько персонажей, зачем ты лайфы покупаешь? Во-первых, я покупала лайфы, потому что я этого хочу. Я хочу, я это делаю. А все мои персонажи, вот именно которых я создала, это все отображения моей личности с разных сторон. Если вы заметили, то у меня практически не существует двух одинаковых персонажей. Тем более, что когда их обновят, они реально одинаковыми, никогда не будут, они все будут отличаться. Некоторые персонажи, это моя основа. Она ни к чему не касается, просто это моя основа ССО, это я. Потом есть персонажи, это старое ССО, которым я мечтала бы попасть. Поэтому через скобку старых лошадей я хочу хоть как-то оставить вот эту любовь, воспоминания о былом ССО. Есть вампирша, это моя любовь к магии и колдовству, и всему мистическому. Есть отсылка к Барби, волшебству Пегаса. Все такое, это вот любовь именно к Барби, волшебству Пегаса. Потом есть персонажи, которые лесничие. Это моя любовь к природе, к животным, к лесам, которые я люблю всей душой и сердцем. Есть персонажи выездики. Это некая, наверное, не воплотившаяся мечта заниматься конным спортом. Но, правда, я бы в жизни профессионально так не занималась, но все равно некое воплощение через персонажей есть. То есть все мои персонажи, которых я создаю, которые вы наблюдаете у меня в группе Старстейбл Эквэшенс. Кстати, да, вот, пожалуйста, подпишитесь на эту группу, если еще не подписаны. Там очень мало участников, а фоточек я выставляю туда много интересного. Там бывают истории, мелкие сюжетики. Поэтому, пожалуйста, не забудь подписаться на эту группу. Можно сейчас сказать, что она у меня основная. То есть это не просто так. Это не мусор. Они все для меня живые. И они имеют для меня мою личную ценность. Я хочу в будущем попытаться начать снимать некие сериальчики, но уже после выхода обновлений с персонажами. Если у меня будет получаться, если все будет хорошо, то я буду продолжать все это снимать. Если же не получится, то сериальчиков не будет. Будут просто фото и статейки в мою группу, на которые, я надеюсь, ты подписался. Так что все, пожалуйста, давайте больше вы не будете меня обижать с такими неприятными для меня вопросами. Мне это очень важно. А на этом, пожалуй, все. Ждем сегодняшнего обновления. Посмотрим, что в нем добавит. А добавит-то нам день рождения. Так что на этом все. Жду вместе с вами. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. И до встречи в следующем видео. Да сколько тут можно ходить. Редактор субтитров А.Семкин